МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...профессиональные критерии и какими навыками должен обладать журналист. Этой и многим другим проблемам была посвящена Международная научно-практическая конференция журналистика в системе альтернативных источников информации, открывшаяся 14 марта в Университете Лобачевского. Конференция – это нормальная жизнь университета. Конференции проводятся для того, чтобы люди, специалисты в той или иной области встречались, обсуждали актуальные проблематики, спорили, выявляли какое-то новое знание, обменивались опытом. Это большой плюс для студентов в развитии их профессиональных навыков и качеств. Нужно формировать новое профессиональное сообщество, новые правила игры. Сегодня зачастую информация распространяется значительно быстрее, чем раньше через традиционные средства массовой информации. Для целого поколения, нового поколения людей уже нет границы. СМИ или социальные сети, или блоги какие-то популярные, они с равной степенью, наверное, внимания, доверия, а иногда зачастую с большим даже доверием, могут получать, читать информацию от людей, которые ближе и понятнее, которые формально не являются традиционными журналистами. Тематика выступлений участников конференции затронула самые различные аспекты журналистской деятельности. Печатные издания, радио и телекоммуникации, интернет-технологии, а также роль образовательного и научного процессов в формировании практических навыков в профессии журналиста. Сегодня мы наблюдаем взрыв, так скажем, информационных технологий, цифровая революция. Сегодня очень активно развивается так называемая непрофессиональная журналистика, блогеры, ну и так далее, и так далее. И поэтому задача практическая для кафедры, которые готовят журналистские кадры, это, в общем-то, учитывать изменения в новой медиа-среде и каким-то образом адекватно реагировать вот в учебных программах подготовки. Журналистов, которым приходится уже работать в совершенно новых условиях. Специалисты, которые умеют писать, которые умеют говорить, которые умеют анализировать материалы, то они сегодня имеют большие перспективы. Гостями конференции стали не только студенты и руководители кафедры журналистики Университета Лобачевского и представители Нижегородского журналистского сообщества, но и коллеги из Москвы, Крыма и Норвегии. Такие конференции, как бы, в наше время очень динамичное, отделяют зерна от плевел и помогают увидеть суть нашей профессии. Профессия переживает непростые времена, есть немало вызовов, которые влияют на становление журналистских стандартов, порой их нивелируя с помощью технологий, активно вошедших в нашу жизнь. Но эти конференции, безусловно, нужны, чтобы мы понимали, что происходит, чтобы мы, наверное, рассматривали пути дальнейшего совершенствования и образовательных процессов, и пути возвращения журналистики достойного авторитета в обществе. Мы довольно давно поддерживаем отношения с Нижегородским университетом, который во многих наших историчных проектах участвовал, вместе с нами выступал в качестве соавторов книги. И вот то, что все эти начинания развиваются, мне кажется, это очень полезно. Самое приятное было то, что аудиторию составили студенты, что они увидели представителей разных взглядов, расширили свои творческие горизонты, ну и, мне кажется, с большим почтением, с большим вниманием относятся к своей будущей профессии. В рамках конференции Татьяна Фролова посетила медиа-центр университета Лобачевского, площадку, созданную в ННГУ именно для будущих журналистов, где встретилась со студентами-первокурсниками и ответила на актуальные для них вопросы. Каким должен быть взрослый человек? Человек, который обретает профессию. Он должен обладать такими качествами, как самостоятельность в принятии решений и выборе средств. Самым главным итогом конференции можно считать то неравнодушие, с каким ее участники и гости обсуждали проблемы, с которыми сталкивается современная журналистика. И если взять за основу утверждение, что журналистика – это непосредственное отражение жизни во всех ее ипостасях, то можно с уверенностью сказать, что современная журналистика, несмотря на все ее внутренние противоречия и трансформации, остается интересной и очень разнообразной, как и сама жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова